Добрый кучер, с вами вечер, и это обещанная хрен знает когда подборка игры, в которые можно поиграть с друзьями. Ну а перед тем как мы начнем, у вас есть уникальная возможность поучаствовать в розыгрыше третьего квеста, что очень подходит тематике видео, ведь довольно часто хочется поиграть с близкими друзьями, но мажор из вас двоих только вы. Если вы смотрите этот ролик до 1 ноября 2023 года, не переключайтесь. И первым в списке будет шутер Tactical Assault. Если прям совсем простенько объяснить, это Fast and Love в декорациях не полиции и спецназа, а скорее в военном духе и спецназа. Есть даже уровни, где прям надо еще добежать до места проведения операции. Однако на нынешнем этапе разработки, да-да, игра еще в раннем доступе, масштабность влияет на проработку окружения. Поэтому можно увидеть такую картину. Вы с друзьями готовитесь, высаживайтесь с точки, либо прикрывая друг друга в застройке или в поле, либо под покровом ночи пробираетесь к цели миссии, врываетесь и уничтожаете всех недругов, смотрите по сторонам и задаетесь вопросом, а чего они тут делали, здесь же ничего нет. Ну да ладно, это детали, которые поправят позже. Но сейчас в каком-то смысле игра является песочницей, потому что из-за широкого ассортимента разновидностей вооружения и снаряжения можно придумывать различные сценарии штурма. Но, несмотря на то, что в игре есть мультиплеер до 8 человек, лучше играть хотя бы с одним другом, потому что... Потому что это типичная многопользовательская игра, где куча народу, в частности детей, которые либо перекрикивают друг друга, либо говорят на разных языках. Вообще у игры есть еще рандомайзер, где комнаты для штурма постоянно генерируются, и мультиплеер, но в него лично мне не удалось поиграть, потому что, видимо, всех интересует именно кооперативное прохождение. Игра доступна как в стиме, так и на квесте. Теперь перенесемся в мир чудес и магии. Войдите в замок, преодолейте ловушки, сметите врагов и заберите сокровища. Ой, я что описал весь процесс игры? Ладно, зайдем с другой стороны. Вам в компании друзей необходимо зайти в замок, где хранятся части артефакта, который поможет спасти мир. Ну и, разумеется, приберите к рукам все, что бесхозно валяется на полу или в сундуках. Преодолейте ловушки, головоломки и кристаллических стражей при помощи своей смекалки и оружия, которое можно кастомизировать за получение золотишка. Важное, кстати, замечание. Это не роуглайк. Согласен, это уже автоматом отсеять тех, кто любит реиграбельность, но все же. Игру достаточно купить, пройти один раз. И возвращаться в нее есть смысл только если вам понравилось прохождение и вы не боитесь повторения игрового процесса. Из минусов. Игра еще в 21 году вышла в полный доступ и обновлений больше не получала. Поддержки модов тоже нет. Поэтому не стоит удивляться, что игра, которая продается только в Стиме, действительно во всех смыслах является на пару вечеров. Не уходя далеко от Средневековья, зайдем в ближайшую таверну, игнорируя отсутствие русского языка. Почему игнорируя? Потому что он тут есть. Если вам интересно, почему я решил сразу закрыть вопрос локализации, так это по той причине, что если вы любитель игры наподобие Хердстоуна или Гвинта, вы знаете, что в дуэльно-карточных играх нужно не просто много читать, нужно внимательно читать. Но да ладно. Тусуя с фэнтезийной таверни, соберите пару сотен карт, чтобы создать поистине впечатляющую колоду, которая повергнет в шок и трепет всех ваших врагов. Кастуйте магию, заставляйте сражаться вашу мини-армию прямо на столе. Ведь для красоты здесь карты не просто появляются на столе, а принимают форму различных существ. А для повышения компанейского эффекта зрители здесь именно зрители. Не то, что они сидят по другую сторону экрана. Зрители — это ровно такие же игроки, как и вы, которые могут стоять и комментировать бой. Могут встать у вас за спиной и бубнить на ухо. Или могут и вовсе уйти и играть за соседний столик. Игра доступна в Стиме и Окулосе бесплатна. Кстати, на автономной гарнитуре тоже есть русский язык, вопреки информации. Как говорится, бог любит троицу. Поэтому я снова повторю эту шутку. Художественный фильм с... Если вы новый зритель, сначала нажмите сюда, потом сюда. Там я более подробно рассказываю о игре. Здесь же коротко. Разминаем ловкие руки и прокачиваем навык скрытности, ибо нам под покровом ночи необходимо будет воровать все, что попадется в поле зрения. Но будьте осторожны. Одно неверное движение, и... Вот тут у нас небольшая развилка. Либо крайне хрупкие предметы повредятся и потеряют почти всю свою ценность, либо вы услышите фирменную... Далее крики и полицейскую сирену. Они рассусоливать не станут. 50 тысяч вольт полетят прямиком в вашу жопу. Но пока до этого не должно, запасаемся всяким снаряжением. Оно поможет побольше своровать. Зарезть на крышу, уберечь добычу от поломки, или наоборот что-нибудь сломать молотком. Кстати, недавно появилась возможность этим же молотком вырубать NPC. Берем все, что поместится в корзину или багажник, кладем и уезжаем. После дела получаем свои честно заработанные, и на них покупаем либо новое снаряжение, либо транспорт, куда можно еще больше всякого хлама затащить. Игра доступна в стиме как в VR-режиме, так и плоском. Но в плоском играть не очень интересно. А сейчас нужно размять не только ловкость рук, но и все остальное тело. Потому что сейчас вы увидите фаворита в своем жанре. Blacktop Hoops это симулятор уличного баскетбола. Почему фаворит? Потому что игра отлично совмещает в себе динамику настоящей игры и VR-механики. Каким образом? Все просто. Момент введения мяч как бы приклеен к вашей руке. Но так как по правилам с мячом в руках бегать нельзя, приходится опускать руку, будто бы вы набиваете настоящий мяч. И вот тут уже в зависимости от положения рук, он может перемещаться от одной конечности к другой. То есть даже если вы никогда не играли в настоящий баскетбол, можно такие приколюхи выкручивать, что после снятия гарнитуры вы почувствуете огромный прилив усталости и пота. Однако у игры есть очень большая проблема. Сервера расположены только в Америке. То есть играть желательно с хорошим интернетом. Хотя я играл с VPN и у меня проблем не возникало. Вообще игра доступна и в Steam и Oculus. Вот только там на момент публикации ролика уже почти год как не выходят обновления. А теперь мы поступаем с точностью да наоборот. Как вы помните, такое тяжело забыть. За окном у нас суровая реальность. Те, кто давно смотрит мой канал, помнят, что я с Донецка, а мой лучший друг живет в Киеве. Иронично. И вот такая игра для нас идеальный вариант, когда хочется посидеть, поточить лясы и попить пивко. Да-да, я сейчас коверкаю основную суть игры. Вообще она прежде всего задумывалась как файтинг. Потому что на всех уровнях стоят стереотипные персонажи, которые будут стоять, трындеть и прямо нарываться, получить в табу одним своим видом. Поэтому можно сделать так. Зайти в бар, сесть за столик, попить пивка, а если реального, то желательно из бутылки. Поговорить о жизни, о том, как вы задолбались, как вас начальники, туда и сюда и обратно и во всех позах. А после того, когда заправитесь, можно и выплеснуть ярость. Но только на просторах Сима. У каждого из нас есть знакомый человек, который и в политике жнец, и в военном деле дудец. Поэтому лучше вручить ему VR-гарнитуру и сыграть и Final Assault. Это представитель почти умершего жанра RTS-стратегий в декорациях Второй мировой войны. Правда, для удобства использования его в виртуальной реальности тут еще намешаны механики из мобы. То есть менеджмент ресурсов, создание юнитов, все это взято из жанра стратегий. А вот условия победы скорее из мобы. То есть необходимо установить контроль на нескольких точках, прежде чем дать по жопе вражескому, в данном случае диванному генералу-игроку. В вашем распоряжении будет парочка фракций, у каждой из которых есть свои уникальные юниты. Но в целом все более-менее одинаково. Пехота, легкая техника, тяжелая техника, артиллерия и авиация. Но вот как управлять всем этим, зависит уже от ваших навыков стратега и тактика. Игра доступна на всех платформах. Но если вы все же хотите ее купить, лучше сразу договоритесь с другом, ибо одному от геймплея может быстро надоесть из-за не слишком расторопного искусственного интеллекта. Итак, если вы все еще после баскетбола не остыли, отлично. Потому что теперь мы на территории аналога футбола. Ну или Рокетлиги, если вам так проще. В ног вы играете за гуманоидную желешку, которая орудует луком, которая имеет пару режимов стрельбы, которые позволяют выстроить тактику для победы. Да, звучит легко, конечно, но на деле все куда сложнее, ввиду того, что здесь применяется принцип легко научиться, но сложно освоить. Потому что передвигаться и стрелять, это, конечно, легко. Но попробую вовремя включить парящую преграду, чтобы в самый последний момент изменить траекторию мяча. В целом, игру хвалят за хорошую минималистичную графику. Но несмотря на довольно динамичный геймплей, глаза не перегружены, тысячами всякой всячины. Однако здесь есть другая беда. Так сказать, некошерной стране нужен хороший интернет и VPN. Поэтому лучше, если есть возможность, купите игру на Окулусе или Пико, но не в Симе. И последняя на сегодня игра в стиле фэнтези, только уже темном. Добро пожаловать в мир, который уже почти пережил конец света. Хотя пережил это громко сказано. Города в руинах, цивилизации погибли, а на их костях уже пляшет нежить. И согласно пророчеству, вы, древний страж, можете... Ээээ... А хрен его знать, что вы можете. Потому что по сюжету, как я уже сказал, силы тьмы уже победили. По закону жанра, страж призывается, будучи первого уровня, с не самыми мощными шмотками и способностями. Но не подумайте, что я как-то признато отношусь к жанру перерожденцев. Потому что, если подумать логически, нас создала древняя раса, которая хотела спасти мир от демонов. Но почему-то никто из этой расы не досужился сделать нас чуточку сильнее. Тем более, что если играть с другом, то получается, что эти сверхразумы, вместо того, чтобы сделать одного суперкрутого стража, сделали двоих суперлохов. Но чем же эта игра крутая? У нее очень красивое визуальное сопровождение. У боевой системы низкий порог вхождения, а кооперативные сюжетные составляющие уже заранее прописаны. То есть, никаких вам генераторов, уровней, модов и прочих хреней под названием «Придумай себе развлечение сам». Включил, загрузился и побежал с другом крошить и стрелять во все, что замахивается на тебя оружием. Кстати, да, игра скоро выйдет в полный доступ. Теперь по поводу розыгрыша. Мои кореша из DeepVR, которых вы можете знать как главных SNGL-труистеров, которые всем желающим бесплатно предоставляют как любую игру для квеста, так и всегда помогут с установкой, проводят розыгрыш совсем еще новенькой гарнитуры. Но есть нюанс. Законы Российской Федерации жестко регламентируют проведение розыгрышей ценных призов. Поэтому для участия в нем придется купить наклейки. Хм, ну да, они вам куда нужнее, чем новенький квест 3. Однако, так как это видео не является афертой, лучше перейдите по ссылке в описании, чтобы я не... назовем это, не взболтнул ничего лишнего. Торопитесь, ибо до конца розыгрыша осталось всего 2 недели. А на этом сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал и надеюсь, следующая подборка по играм в открытом мире не заставит себя ждать еще 4 месяца.